Приветствую вас. Нет, вы не будете обязаны, потому что это исключительно инициатива вашего парня и не более того. Вы не будете обязаны знакомить его со своими родителями ни в коем случае, потому что решать подобные вопросы исключительно только вам, да, и никому больше. Вот, если вы захотели, например, да, если вы захотели, если вам хотелось, вы могли познакомить. Вот, если вам не хотелось, то, соответственно, ни о каком знакомстве речи быть не может. Вот и, собственно говоря, всё на этом. То есть тут исключительно вот столько так и никак больше. Вот. Другое дело, другое дело, почему вас это волнует? То есть у вас с мужчиной есть какие-то моменты неприятные, связанные, допустим, с тем, ну, допустим, Допустим, связанные с тем, что он от вас чего-то требует, а вы тоже чего-то требуете, он от вас чего-то ждёт, вы тоже от него чего-то ждёте. То есть, если так, то тут нужно обязательно изучить именно вот данные моменты, потому что я бы не сказал, что это совсем уж хорошо и здорово, что вы говорите об обязанностях, об обязанностях друг друга в отношениях. То есть, вообще-то говоря, вообще-то говоря, в отношениях никто никому ничего особо не обязан. То есть люди делают, потому что хотят. А когда начинается обязанность, любая, вот когда начинается любая обязанность, но это уже могут быть проблемы, и проблемы могут быть достаточно серьёзными, вплоть до того, что чувства пройдут. Вот. Поэтому я вам здесь исключительно рекомендую всё-таки делать то, что вы хотите, и посмотреть на те факторы, которые в той или иной степени мотивируют вас делать не совсем то, что вы хотите. Вот. Если эти факторы есть, то с ними нужно разобраться. Что касается того, что у вас всё серьёзно, но вы не собираетесь создавать семью, право ваше. Исключительно. Ситуация лишь только отражает, что между вами и вашими родителями нет адекватного какого-то взаимопонимания между вами и вашими родителями нет чёткости позиции, да, и вы, скорее всего, именно вы. Ну, опасаетесь, опасаетесь, что родители будут от вас, например, что-то требовать. Ну, вот. Ага. Значит. Будут чего-то ждать. Вот. И вам это бы неприятно. То есть, ну, вы можете не знакомить его с ними, но вы можете, например, просто сказать своим родителям, что у вас есть мужчина. Вот. Что вы встречаетесь. И всё. И если они будут чего-то ждать, да, я имею в виду родители, что это уже их проблема, это их ответственность. Разве нет? То есть, вы сейчас, вот вы, вы берёте на себя ответственность за, скажем так, за спокойствие родителей своих. А за это ответственность вы не несёт. Поэтому здесь я думаю, что вам следует посмотреть, как сильно влияют родители на то, что вы хотите, желаете на то, что вы вынуждаетесь. Вот. Есть ли такое влияние? И уже после этого, может быть, поработать над тем, чтобы освободиться. Освободиться от того, что они для вас, например, хотели бы, или хотят, или хотели бы. Это то, что вы реально можете сделать. Потому что, ну правда, складывается такое ощущение, что вы просто, ну, бежите от родителей. Вот такой, у меня создаётся вот такое впечатление. Вот. Создалось, по крайней мере, такое впечатление, что вы просто от родителей, вот, бежите. Вот. Хорошая в этом, нет абсолютно ничего, потому что вы не свободны. Вот. А при другу причините вред себе. Вот. И в теории, в теории, если молодой человек скажет, вот, я хочу познакомиться с твоими родителями, да, вы не можете ему отказаться, потому что это его право. Ну, его право ознакомиться с вашими родителями, это его право. Поэтому хочется, это значит, как бы, вы при условии, что у вас действительно всё серьёзно, да, вы ему такую вашу возможность предоставите. Вот. Как удобно вам, безусловно, но предоставите. Вот. Отказываться, то есть говорить, что нет, я не хочу, нет, там, ты не будешь и так далее, ну, можно только, при очень уважительных причинах, вот, доказать, что у вас уважительные причины, ну, такие, прям, серьёзные. Например, мне, точнее, даже не доказать, а показать, не получилось. Потому что я не увидел серьёзных каких-то причин, помимо того, что они будут, вот, как-то ждать, что у вас уже будет, там, занудество и так далее. Вот. Это, на самом деле, не причина. Она ни в коем случае не уважительна. Это причина. Это, скорее, ваш страх. Вот. Ну, как известно, страх, да, не должен оказывать влияние на то, что вы делаете. Вот. Вот. Вот вы говорите, да, значит, скорее всего, они вас примут это очень серьёзно, а-ля мама-папа, я ухожу замуж. А-а-а, Марина. История такая. Они это воспримут как угодно, да? Вопрос не в том, как они это воспримут, а вопрос в том, как вы воспримите то, как они это воспримут. Вот это, скорее, важнее. Вот это понятно, что родители, они хотят, что у вас хорошо, понятно, что родители желают вам шенки, понятно, что они, они хотят вам, ну, вам всего самого лучшего. Вот. И если они видят в этом ваш шаг вперёд в сторону семьи своей, то вы этого не измените. И что? Теперь вообще никогда не знакомить никого ниже. То есть неважно, создаете вы семью, планируете вы семью, не планируете семью, это неважно. Вот. Но если в вашей жизни появляется человек, любимый человек, с которым вас всё серьёзно, то вы просто из уважения к родителям рассказываете им об этом. Вот. Просто ставите их в известность, чтобы они знали о том, что вы делаете шаги вперёд в своей большой жизни. Вот. Понимаете? Ага, как они это воспримут? Это уже их исключительная проблема. Вот. Я думаю, так можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаёте. Вот. Ещё раз повторю, могут быть здесь у вас страхи какие-то быть. Вот. Могут быть у вас здесь какие-то сложности быть, могут у вас здесь быть собственные противоречия. Например, стыд за то, что вот родители от меня ждут, что я буду семью создавать, да, а я как бы семью не создаю. Вот. Понимаете? Вот. Если вы стыдитесь этого, ну ничего, короче, без этого не получится. Вот. В принципе. Если вы этого стыдитесь. Поэтому тут нужно не стыдиться, а делать выбор. Вот. По сути. вот. Соответственно, то, что я могу вам ответить. На этом всё. На этом всё. Надеюсь, кто помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете забавить мне их уличку. Буду рад помочь. На мой взгляд, вы слишком много уделяете внимание родителям, знакомство, знакомство с родителями, наличие родителей, наличию родителей. Что говорит о том, возможно, что вы не до конца в себе уверены. Там с уверенному человеку, ему как бы, ну, всё равно. А то есть, знают родители, не знают. Ждут они чего-то, не ждут. То есть, как бы, это вообще не имеет никакого значения для уверенного в себе человека. Вот. Вы же, вы же об этом переживаете, вас это беспокоит. Значит, у вас есть какая-то, как ты, у вас есть причина. У вас есть причина беспокоиться. Вот. А причины беспокоиться ваши могут быть только исключительно субъективными. Вот. Потому что, ну, это вскрывает именно ваши слабые стороны. И избегать их, своих слабых сторон, не самое лучшее решение, если вы хотите выстраивать действительно серьезные, независимые, здоровые отношения. Вот. И опять же, не важно, создадите вы семью при этом или нет. Ну, по итогу. Вот. То есть, знаете, в целом, вот, сам ваш вопрос, да, он поставлен так, что, типа, обязан ли я. Ну, вот кто-то скажет, что обязан, да, а кто-то скажет, что нет. И то, что вы будете делать. Вот. То есть, история здесь не в том, обязанного или нет, а история здесь, она в том, что вы хотите, что вас беспокоит, что вы чувствуете. Вот как психолога меня интересует это. А говорить родителям или нет, вы решите сами для себя уже. Вот. Например, если вашей семье не принято, да, вообще рассказать ничего, то и вам нечего рассказать, как бы, а зачем. Да, будет, ну, какой-то негатив только. Это никому не надо. Понимаете? Вот. Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, история, она именно вот такая. На мой взгляд, ситуация такая. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Продолжение следует...